Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Сегодня с гостем нашей студии мы подведем итоги избирательной кампании и поговорим об основных нарушениях в ходе избирательного процесса. В гостях у нас глава Одесской областной организации, Комитет избирателей Украины Анатолий Бойко. Добрый вечер, Анатолий. По традиции, уже перед началом нашей беседы, я хочу напомнить телезрителям, что мы проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение, вот по какому вопросу. Удовлетворены ли вы ходом и результатами местных выборов? Как обычно, у нас три варианта ответа. Если удовлетворены, то бишь да, звоните по телефону номер 728-01-70. Если нет, звоните по телефону номер 728-01-71. Если же вы в них не участвуете и не участвовали, то звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, Анатолий, я предлагаю начать нашу беседу с того, чтобы поделиться впечатлениями о выборах. Вот лично мне ближе позиция опоры, которая, в отличие от Киу, подвергла жесткой критике ход и проведения выборов. Вот давайте начнем с организации. Вы не считаете, что когда примерно половина избирателей получают приглашение на участки, а вторая, причем чаще всего это вторая половина с этого же участка, их не получает, то это означает, что избиратели поставлены изначально в неравные условия. И не видите ли вы именно в этом одну из причин низкой явки? Ну, тут противоречия нет в позициях, потому что в Одесской области и комитет избирателей, и гражданская сеть опоры – это наша организация, то есть мы два в одном. Как всегда, знаете, Одесса, она особенная, она всех сближает, мирит и дружит. Это одно. Что касается конкретно вашего вопроса по пригласительным, то действительно тут может быть определенная доля правды, и может быть действительно в какой-то степени отсутствие пригласительных могло снизить явку. Хотя, с другой стороны, я думаю, что мало кто, были, конечно, такие люди, что не знали, что у нас воскресенье выборы, или не знали, кого мы именно выбираем, но все-таки большинство было в курсе, что у нас в это воскресенье выборы, и по идее тут наличие, отсутствие пригласительного, ну, может быть, кто-то, я имею в виду, заблудился, именно не нашел свой участок, но тоже маловероятно. Хорошо, теперь тогда об экзит-поле. У вас не сложилось впечатление, что вот в специфических таких одесских условиях он превратился из инструмента контроля над выборами в инструмент их фальсификации? Объясню почему. Вот раньше таких организаций, имеется в виду тех организаций, которые проводили экзит-полы, было очень мало, и их результаты, ну, не вызывали особых сомнений. Теперь все изменилось, их стало 5 или 6, проверить степень их профессиональной подготовки, ну, не представляется возможным, и их данные вполне могут быть своеобразным таким маяком для подгонки результата, придавая им, видимо, с истинности. При этом, кстати, вот задавая свои вопросы, сотрудники, те, которые проводили экзит-полы, охотно делились своими, на самом деле неизвестно, подлинными или нет, данными с людьми, вот которых они опрашивали, и те сразу выбрасывали эту информацию в социальные сети. Убежден, что это грязная технология. Ну, ваш вопрос справедлив, и действительно есть такая опасность, потому что, ну, ни одна, ни одна уважаемая себя социологическая структура, она никогда не пойдет на преждевременный слив информации, потому что это, во-первых, запрещенного закона, во-вторых, это не соответствует стандартам профессиональной этики, это, во-первых. Второе, действительно, вот лично я, например, доберяю только тем данным экзит-полов, которые проводятся известными авторитетными институциями национального уровня, прежде всего, это, допустим, фонд демократических инициатив, или киевский международный, институт КМИС, вот, в Одессе на этих выборах мне известно, что только две структуры проводила экзит-пол, и то об этом, например, мне, человеку, который профессионально интересуется этими вопросами, стало известно только в день выборов, что тоже, на самом деле, вызывает определенные подозрения, потому что, если подобные вещи планируются заранее, то они обычно и анонсируются, потому что, когда экзит-пол возникает как такой джокер из кустов в день выборов, то возникает вопрос и сомнение в отношении того, является ли это действительно социологическим исследованием, либо это просто реальная технология, направленная на формирование результата выборов, на формирование общественного мнения, для, с одной стороны, того, чтобы склонить колеблющихся голосовать в нужную сторону, потому что тут это тот же важный фактор, а с другой стороны, для того, чтобы обеспечить, возможно, определенную легитимизацию какой-то технической корректировки результата выборов. И еще один момент, вот те экзит-полы, которые презентовались, я лично не видел, чтобы шла вся та сопроводительная база технических характеристик, которая должна идти. То есть был озвучен только процент погрешности, но кроме этого, должен быть еще озвучен шаг, должен быть озвучен выбор, количество опрошенных респондентов и так далее, чтобы можно было действительно посмотреть, насколько методологически выверенным были эти исследования. То есть, в принципе, это можно считать одной из грязных решений? К сожалению, исключать такой вероятности нельзя в данной ситуации. Есть телефонный звонок, давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер. Добрый вечер, студия. Да, мы слушаем вас. У меня такое есть заявление. Я хочу поделиться своим мнением о том, что происходило на фонтане 8-й больницы. Да, пожалуйста, мы слушаем вас. Да. Значит, у меня лежит родственница в больнице, не буду называть ее фамилию, потому что ей придется там туго, и ее выбросит и выгонят, вы понимаете. Значит, там главврач находился на этом избирательном участке. И она всех заставляла и говорит, надо голосовать за Труханова. Он вас кормит, он нам такую больницу сделал, красивую, хорошую. И надо обязательно все, чтобы вы голосовали за Труханова. Лежачие больные там лежат. Она подходила лично сама и ставила птички, где нужно поставить за Труханова. Значит, когда я уходила, я случайно подслушала ее разговор на улице, возле входа в больницу, ворот. Она звонила кому-то и говорит, мне еще надо 25 человек, давайте быстренько пришлите мне 25 человек. У меня осталось 25 человек. И она стояла сама лично, контролировала, когда приходили люди, она шла и провожала, и шли, они голосовали за Труханова. Какая-то больница, вы сказали? Восьмая больница на Фонтане. Я понял вас. Спасибо. Спасибо за информацию. Вам известна такая информация? Ну, мне неизвестна такая информация. И понимаете, проблема в том, что сейчас уже с этой информацией сложно что-то сделать, если тем более сами больные не готовы заявлять. В таких случаях просто нужно реагировать сразу. Нужно звонить в средства массовой информации, вызывать наблюдателей. Хотя мне очень странно слышать то, что было озвучено. Потому что избирательные комиссии, в том числе в больницах, они состоят из представителей разных политических сил, в том числе от разных кандидатов. И понятно, что какая-то часть членов комиссии от Труханова, но были же еще и члены комиссии от других кандидатов, были наблюдатели от разных сторон. Вопрос, куда они смотрели? Куда они смотрели? Они же в этой больнице не лежат. Соответственно, они не зависят настолько от главврача, как действительно зависят больные. Ну, то есть это недоработка либо представителей других политических сил, либо наблюдателей? Ну, совершенно верно. Либо тут что-то перепутано. Потому что такие вопиющие нарушения без всякой огласки и реакции. Об админресурсе. Потому что если там в избирательный процесс, так сказать, главврач вмешивался, это тоже некий админресурс. Что касается админресурса. Дело в том, что в день выборов весь город был завешан, ну, так называемой, социальной рекламой. Вот всей этой ложью про то, что только в Одессе сохранены льготы на проезд и так далее. Выполнена она была в цветах и стилистике. Да, мы об этом заявляли. Это вот агит продукции «Доверяй делам». Ну и содержание касалось, кстати, там, лживых заслуг Геннадия Труханова. Вы не считаете вот это грубым проявлением админресурса? У кого же еще из кандидатов были аналогичные возможности? Да, я с вами согласен. К сожалению, действительно, с самого начала избирательной кампании и на всем ее протяжении ресурсы муниципальные громады, газета наша, различные коммунальные службы, они использовались в избирательной кампании политической партии, доверяя делам и, соответственно, параллельно в мэрской избирательной кампании Геннадия Труханова. И это крайне прискорбно, потому что, ну, это наши ресурсы, это наши деньги, которые мы только лишь доверили ему в управление, но не в распоряжение, в личных интересах, в интересах своей политической партии. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, да. Хотелось бы вопрос Анатолию задать. Вот сейчас перед моим звонком звонила женщина и говорила о беспорядках вот в этой больнице. И вы мне сказали, вот нужно моментально звонить, сообщать о нарушениях. А скажите, пожалуйста, а есть ли смысл вот звонить и сообщать о этих нарушениях, о этих и подобных, если в предвыборной кампании были сплошные нарушения, были подкупы, была агитация, которая раньше времени, было вот использовать этот самый ресурс. И ничего, никакой реакции ни власти, ни милиции. Я вот сейчас смотрю вот на эти вопросы и вижу, что 28% от 29% не участвуют в выборах. Вот именно поэтому, потому что люди знают, что ничего не изменится, ничего не будет, никого не накажут, вообще никого. Я вот сейчас тоже думаю, я ходила на все выборы, и теперь думаю, а стоит ли мне теперь ходить на выборы? Потому что от нас ничего не зависит. Вот вы говорили, что только придите, только придите. Ну толку уж, что мы пришли и проголосовали. Вор остался вором, мошенник остался мошенником, а честный человек остался неудел. Большинство честных людей, к сожалению, не пришло на выборы. У нас явка ниже 40%. И, соответственно, низкая явка – это всегда благодатная почва для любых фальсификаций, любой коррекции результата выборов. Это во-первых. Во-вторых, я уверен, что если бы пришло еще хотя бы 30%, я не являюсь наивным человеком у нас ни в одной стране мира, наверное, за редким исключением, невозможно стопроцентная явка. Но если бы пришло еще хотя бы процентов 30%, то я думаю, что результаты голосования были бы кардинально другими. Поэтому давайте разделять преступление и наказание, явку и наказание. Ходить на выборы нужно, пробовать нужно. Никто не сказал, что будет легко, и никто не гарантирует нам, что все у нас получится с первого раза. Но выборы – это возможности. Если мы эту возможность не используем, то тогда вопрос к нам самим только лишь потом. Это первое. Что касается нарушений. Почему важно и нужно звонить в день выборов? Потому что я абсолютно согласен, что избирательная кампания до дня выборов у нас была безобразная. И, к сожалению, правоохранительные органы в большинстве случаев делали вид, что они ничего не замечают или не могут реагировать, или действительно не могли реагировать. Не суть важна. Но мне кажется, что рядовому Одесситу абсолютно параллельно. Какие там проблемы были в проохранительных органах, но из-за этих проблем выборы превратились в тотальный фарс и безобразие. Но это было в процессе избирательной кампании, когда на самом деле все-таки внимание не настолько было. Да, мы с вами журналисты, общественные организации и так далее, нам выборы болели, мы этим занимались. Но все-таки основной фокус не всегда был на выборах. А вот день выборов – это тотальный фокус исключительно на выборы. Это и международные наблюдатели. То есть все органы власти, первые лица страны все мониторят, все наблюдают, что где происходит. И вот когда какие-то нарушения происходят именно в день выборов, тем более вот такие брутальные, о которых сказала телезрительница, то тогда намного больше шансов привлечь к ответственности виновных, потому что фокус внимания именно сконцентрирован на вопросе выборов. Если бы на этот участок приехали международные наблюдатели и зафиксировали бы, как мадам ходит, допустим, по больным и ставит их рукой галочки или за ней галочки, то поверьте бы, она не удержалась в главврачах никакими вопросами, никакими средствами, потому что речь уже бы уже шла о международном престиже организации. А наш президент, руководство нашей страны, конечно, там есть к ним очень много вопросов, но по крайней мере вот такой явный скандал уже замять бы не удалось и им было бы невыгодно его заминать. И они бы пожертвовали этим человеком, лишь бы только сделать хороший вид перед международным наблюдателем, что да, как это, знаете, в советское время есть у нас еще отдельные недостатки, но мы с ними боремся. Показательный процесс устроить. Да, поэтому в день выборов есть намного больше шансов привлечь к ответственности негодяев, именно потому что все очень внимательно следят за этим процессом. Есть еще телефонный звонок. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Я хочу добавить еще то, что женщина сказала насчет 8 больницы. Я хочу добавить к этой женщине свою реплику. Значит, в этой больнице, как Анатолий сказал, что должны быть комиссии от другой партии. Ни от какой партии больше там никого не было, кроме Труханова. И плакат висел Труханова, и она показывала, голосуйте вот за Труханова. Даже наблюдателей в той больнице не было. Наблюдатели были. Женщину после суток оставили, чтобы она до часу дня была наблюдателем. Смотрела, после часа дня ее отпустили. О чем уже может быть речь? А эта главврач, она баллотируется тоже вместе с Трухановым в депутаты. Весь фонтан ее фотографиями завешано. Было вместе с Трухановым. Спасибо. Спасибо за информацию. Ну, а такое возможно, чтобы там не было ни представителей иных партий, ни наблюдателей? Я, конечно, я, понимаете, сейчас спорить просто возможно-невозможно. Я вернусь к себе в офисе, подниму списки членов этой комиссии, посмотрю, от каких политических партий, по крайней мере, формально, от каких кандидатов числились представители. Но теоретически, конечно, это мало, вероятно. Но у нас в стране все бывает. Ну да, потому что это такой вопиющий случай, вопиющие нарушения. Что касается нарушений, я, конечно, телезрителям вряд ли будет видно. Я специально готовлюсь к программе распечатал данные наблюдателей гражданской сети «Опора». Одесса, к сожалению, бьет все рекорды. То есть, вот по процентам избирательных участков, где наблюдатели фиксировали нарушения на протяжении дня выборов. Одесса, как говорится, впереди планеты всей. 40,6%. За нами идет Днепропетровск, 40,3%. Далее идет Харьков, 23%. То есть, к сожалению, нарушение масса. Есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем, что думает по этому поводу телезрители. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, мы его слушаем. Говорите. Да, значит, и вот что я хотела сказать. К нам, когда принесли приглашение на выборы, нас трое человек взрослых, которые должны голосовать. Нам принесли четыре приглашения еще на одного человека, который у нас не прописан. У нас дом кооперативный. Я подошла к нашей паспортистке, спрашиваю, вот что это за человек? Кого это мне еще тут прописали? Она говорит, я не знаю, у нас таких никогда нет и нету. Она говорит, я каждый год проверяю списки в райадминистрации, но в этом году я пошла, мне не дали проверить списки. И она вычеркивала там, кто умер, кто выехал, кто поменялся и так далее. Я взяла вот этот пригласительный, когда пошла голосовать, я говорю, что это за человек тут у нас? Это моя квартира, у меня таких не проживает. Они говорят, да, нам такие списки дали, вот мы по этим спискам и все выдаем. Я подошла к председателю комиссии, рассказываю ему эту историю. Он говорит, пусть ваш председатель напишет письмо, что у вас такое не проживает. Но куда я уже, какой председатель будет писать и куда это письмо будет отправлять? В общем, я позвонила на прямой эфир на Думскую ТВ, когда там рассказывали о выборах. Они мне дали другой телефон, я по тому телефону, надо было пойти проверить списки и то другое. Ну что я буду хотеть проверять, мне чужого человека. Да, понятно, суть вопроса понятна, то есть, я не знаю, это, наверное, нарушение не единичное. Если вписывают человека... К сожалению, это система. Что делать в этом случае? Да, тут главное, во-первых, разобраться в том, этот человек действительно прописан в этой квартире, да, на уровне паспортиста, да. Или этот человек просто внесен в списки избирателей по этому адресу. Это разные вещи, насколько мы понимаем. Потому что человек может быть внесен в списки избирателей, это может быть фальсификация списков избирателей, но прописки, по прописке его может там реально не быть. Поэтому самый первый шаг это получить у паспортиста справку о том, кто действительно проживает по этому адресу. И если в этой справке она уже укажет, что он проживает, то первый спрос паспортистки. На каком основании он там оказался и проживает. Если же паспортистка выдает справку, что его там нет, ну то есть состав такой, по которому будет видно, что его там нет, то тогда шаг следующий, идете в райадминистрацию, там Приморский район, Приморскую, Малиновский, Малиновскую и так далее. То есть в райадминистрации действуют отделы ведения реестра избирателей. Обращайтесь в этот отдел ведения реестра и говорите, что будьте добры, вот я проживаю по такому-то адресу, вот мой паспорт, пожалуйста, дайте мне информацию, кто внесен в списки избирателей по моему адресу. И соответственно сверяется, если действительно указано, что там есть вот этот вот лишний чек, то во-первых пишется заявление о том, что этого чека нужно вычеркнуть, потому что его по прописке там нет и прикладывается справка от паспортистки. А во-вторых выясняется, на каком отношении, на каком основании этот чек вообще в эти списки внесен. И тут дальше два конца у веревочки. Первый конец может привести, реестр может сказать, что это данные подала паспортистка, и тогда получается, что она обманула вас, когда выдала справку, что его там нет. И тогда это опять же ее ответственность и так далее. А второй конец веревочки это то, что если сотрудники реестра там не найдут вообще, что ответить, как объяснить, обосновать то, что этот чек находится в реестре, и тогда вопрос к ним уже, что может быть это они фальсифицировали реестр и внесли туда без должных оснований постороннего человека. Но в любом случае человек просто так в реестре избирателей появиться не должен. А члены комиссии сказали правду. Члены комиссии участкового у нас сейчас со списками не работают. То есть они что получили из реестра Израиля администрации, то они на участок и выкладывают, и там уже и расписываются. Они сейчас не полномочны что-то вносить, кого-то вносить, кого-то вычеркивать и так далее. Это все делает реестр избирателей. Но я так понимаю, все эти манипуляции надо было делать до дня. Или сейчас это тоже можно? Абсолютно актуально. Абсолютно актуально. А сейчас после выборов? Конечно, потому что реестр избирателей работает постоянно. В чем еще плюс? До 2007 года, до создания реестра избирателей, у нас списки избирателей составляли, кто попал. Там разные комиссии при исполкомах и так далее. То есть органы временные, которые что-то на скорую руку состряпали, потом их расформировали. И взятки гладкие. Никого днем с огнем не сыщешь, никого нет. Концы, как говорят, в море, в воду. А сейчас эта структура постоянно действующая. И концы найти можно. Единственное, что нужно, конечно, проявить гражданскую активность и настойчивость. Со своей стороны, мы, комитет избирателей Украины, готовы помочь избирателям, которые хотят разобраться в этой ситуации. И при необходимости готовы помогать привлекать виновных в фальсификации списков к ответственности. Понятно. Ну, все-таки, возвращаясь к нарушениям, я же говорю, к сожалению, нарушений масса, причем эти данные как раз официальные вполне, и они в открытом доступе. Все желающие телезрители, в принципе, могут с ними ознакомиться. У нас есть еще один телефонный звонок, и затем мы все-таки вернемся еще к нарушениям, что по этому поводу думают международные наблюдатели. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Мой участок находится на Болгарской 38, поликлиника 1. Пятый год мне приносят пригласительный на мою маму. Она уже умерла 5 лет назад. И куда я ни обращалась, и ее список не исключает из списков. Получается, мертвые души голосуют. Значит, опять же, алгоритм и рецепт простой. Берете свидетельство о смерти, делаете копию. С оригиналом из копии идете в дело введения реестра избирателей. Пишите там заявление, что прошу исключить из списков такую-то, такую-то гражданку в связи с смертью. Прикладываете копию свидетельства о смерти. Ну, там сотрудник может ее заверить. Ну, то есть, сравнив с вашим оригиналом, он же ее может заверить, поставит подпись, что она действительно. И, значит, они должны, соответственно, вычеркнуть умершую из списков. Для контроля можно через месяц, через два, ну, там, через полгода условно обратиться в реестр, снова обратиться в реестр избирателей и запросить, кто по вашему адресу числится в списках. Если мамы уже в списках не будет, все хорошо. Если мама в списках будет, то тогда, опять же, обращайтесь к нам. Будем наказывать сотрудников реестра, которые проявили халатность и не вычеркнули умершую гражданку уже даже после обращения. Единственное, что когда будете обращаться только с просьбой вычеркнуть заявление об этом, делайте в двух экземплярах. Один оставляете в реестре с копией свидетельства о смерти, а на другом требуете поставить от них штамп о получении, чтобы было доказательство, что вы действительно обращались к ним с заявлением и просили провести, наконец, в порядок списки. Понятно. А если нет родственников, вот что делать, когда одинокие люди сталкиваются? Значит, на самом деле, понимаете, я сейчас обрисовал сценарий, который на самом деле работать не должен. Должно быть следующим образом. Свидетельство о смерти выдает государственный орган, и все органы обязаны с определенной периодичностью подавать в реестр избирателей информацию о умерших, о родившихся, о достигших 18-летнего возраста, переехавших, сменивших фамилию и так далее, и так далее. То есть, и на самом деле, оно все должно было работать бы само по себе, и автоматически реестр должен был бы прийти в соответствии с реальным состоянием вещей, вот просто потому, что он постоянно должен обновляться. Но у нас в стране многое должно работать, но, к сожалению, мало что работает. Да, вот есть звонок еще. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый. Алло. Мы вас слушаем, да, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Я только сейчас обратилась на эфир. Меня вот такой вот, вот за комиссией хочу. Как формируется комиссия, я не знаю. Я работала застопником головы в одном садике. Конечно, не буду говорить в каком садике, но... Когда пришла, все в комиссии, все воспитатели, от технических кандидатов, от Труханова, ну и так далее, и так далее, вот. А я, получается, как белая ворона, вот. И вот как мне работать, как вы думаете, как мне приходилось работать здесь? Очень трудно. Конечно, проголосовали за пана Труханова очень много людей, потому что там все подговорено, там все сделано. Вот, пожалуйста, решите вот это вот. Так а что именно было сделано? Что было подговорено? Что вы видели? Алло? Понимаете, да, есть эта проблема, потому что только для специальных участков предусмотрено, что на них не могут быть членами комиссии, сотрудники данных учреждений, чтобы не было вот таких вот ситуаций. А в детсадах у нас участки обычные, не специальные. Соответственно, там вполне могла складываться такая конфигурация. Но в то же время, опять же, наблюдатели там, может быть, даже если и наблюдатели были из числа коллектива, то вот конкретно данный член комиссии, она что-то была, как говорится, не в сговоре. И если действительно она была свидетелем каких-то нарушений, то необходимо было, опять же, вызывать журналистов, международных наблюдателей, нам звонить. Потому что даже один человек в комиссии, если он понимает, что происходит, то он может этому противодействовать. Но, естественно, при помощи каких-то внешних еще сил, потому что, ну, самому, понятно, против всего коллектива ты не попрешь. Давайте все-таки посмотрим сюжет. Это как раз вот о тех нарушениях и что о них думают международные представители, международные наблюдатели. Давайте посмотрим видео. Комитет за открытую демократию – это группа международных наблюдателей, чья задача и цель – следить за тем, чтобы выборы в разных странах проходили согласно демократическим стандартам. За плечами группы – 19 выборов, проведенных в 9 государствах. Среди них – Украина. Как отмечает глава группы, Брайан Меффорд, они наблюдали за выборами в четырех украинских городах – Киеве, Ровно, Черкасах и Одессе. Причем претензии и замечания у них есть исключительно к нашему городу. Как говорит глава группы, им отмечены безобразные нарушения выборного процесса, которые они наблюдали на трехстах участках. Начинает использование технологий под названием «Карусель», денежные подкупы, а также махинации с бюллетенями и реестрами избирателей. Можем сказать, что в Ривне, в Черкасе и в Киеве выборы происходили более-менее при международном стандартном и более-менее по нашим стандартам. Увы, приходится прийти к заявлению, что в Одессе выборы не приходили к международным стандартам и выглядели намного хуже, чем предыдущие выборы прошлого года. Почти везде был недостаток протоколов, которые не были доставлены ни международным, ни украинским наблюдателям и ни избирателям. К слову, по мнению экспертов, отсутствие копии протоколов есть самое главное нарушение на этих выборах в местные органы власти. Доходило до смешного. Когда иностранные наблюдатели требовали предоставить им копии протоколов, члены комиссии предлагали тем просто взять чистую бумагу и самим наделать копии голосования на участках, что называется, от руки. Дальше больше. Глава горизберкома нашел странное объяснение происходящему. Также мы навестили секретаря комитета городского территориальной комиссии и спросили создателя, как они эту проблему хотят разрешить. Нам сказали, что у территориального комитета не было достаточно денег, средств, чтобы все нужные протоколы напечатать. То есть, представляете, во всех городах Украины этот вопрос удалось решить и копии протоколов были на всех участках, а у нас в Одессе нет. Денег, видите ли, не было. Бедные, провластные кандидаты, наверное, на шашлыках и концертах разорились. И опять, если Украина хочет серьезно модернизацией заниматься, демократической, после Евромайдана для таких выборов нету пространства, нету шанса, нету нужды в новой Украине. К сожалению, международные эксперты никак не могут повлиять на ситуацию с нарушениями выборного процесса в нашем городе. Однако, они надеются, что наши, отечественные наблюдатели, сделают все возможное, чтобы отмеченные нарушения были обязательно зафиксированы. Ну, мы услышали мнение международных наблюдателей. У нас есть уже телефонный звонок. Давайте ответим на вопрос и вернемся к тому, что говорилось в сюжете. Добрый вечер. Минус 160. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Да. Комиссия 322. На комиссии не оказалось 160 бюллетней. Ну, что значит не оказалось? Это Академия Киваловская. Пионерская 2. Сделали все неправильные протоколы. Написали акт. Через полтора часа, грубо, были все правильные акты. Я не понял. Ну, якобы, то, что я понял. В 322 комиссии были какие-то нарушения, написали акты по этому поводу. И потом это все исправили через какое-то время. Насколько я понял. Из информации. Ну, там был скандал на участке, который находился в юридической академии. Я не знаю номер этого участка. Вернее, не помню. Может быть, действительно это. Там была попытка вброса. Достаточно явная. И там долгие были препирательства по этому вопросу. Хотя непонятно, зачем и кому это было делать. Там неоднозначная ситуация. Я понимаю. Что касается сюжета и международных наблюдателей. Говорилось о нарушениях. Интересно другое. Что дальше? Масса нарушений, масса информации об этих нарушениях. Фиксировали международные наблюдатели, фиксировали наши наблюдатели. Люди звонят в эфир. Каковы действия дальнейшие? Что будет после? Понимаете, тут проблема в нашем законодательстве. Потому что я искренне надеюсь, что дальше будет просто совершенство. В первую очередь совершенствование законодательства. С одной стороны. Во вторую очередь привлечение к ответственности тех, кого можно привлечь. Потому что не за все нарушения, к сожалению, можно привлечь в должной мере. Многие нарушения это административный штраф, который никого не пугает. Особенно, если тем более речь идет о каких-то серьезных вещах, подобных выбором в городской совет или на должность городского головы. Что касается админресурса. Лично вас не удивляют попытки Михаила Саакашвили оправдать свою незаконную массированную агитацию за Боровика. Вы же не можете не знать, что велась она в разное время. И вообще, что губернатора вообще не нормировали рабочий день. Мы с вами говорили об этом накануне, во время избирательной кампании. Кроме того, на рекламных плоскостях, то, что было тоже увешано во всем городе, губернатор-то вел агитацию круглые сутки. С одной стороны, по грузинскому законодательству такая агитация разрешена. Мы это живем в Украине. Но меняет ли это что-то в нашем конкретном случае, то, о чем вы говорите? Мы-то живем в Украине. Нет. У нас украинское законодательство, и должно соблюдаться именно оно в первую очередь. Независимо от того, какой национальности или какого гражданства у нас человек находится в стране. Поэтому, конечно, это неприемлемо, и мы неоднократно об этом заявляли, что это административный ресурс, что мы это не одобряем, что мы возражаем против такой ситуации. И крайне прискорбно, что действительно Михаил Николозович так поставил на карту политическую, избирательную свой авторитет, поскольку было ожидание, что наконец-то действительно мы увидим какой-то новый стандарт. А, к сожалению, оказалось, что во многом оно почему-то напоминало старое. Как вы оцениваете формально законную, вот здесь, кстати, формально все законно, но по существу совершенно деструктивную технологию с раскруткой таких персонажей, как, ну не кандидатов, кстати, персонажей именно, как вот Дарт Вейдер? Ну, эта шутка, на мой взгляд, уже затянулась, и она является несвежей, потому что, когда пару лет назад все это начиналось, было смешно. Сейчас, чем дальше, тем больше это грустно. В стране кризис, в стране очень серьезные вопросы, мы рядимся в костюм, ну хорошо, рядишься ты в костюм, в костюм может каждый рядиться, вопросов нет. Но делать это в рамках избирательного процесса, постоянно, и вот с таким огромным, вы же обратите внимание, сколько в это вкладывается ресурсов, с огромным вложением ресурсов, мне кажется, это уже не смешно и не совсем этично. Есть много в стране других направлений, куда можно было бы эти деньги направить, и я думаю, что многие бы были благодарны за это. И вот действительно бы возрос, это было бы, мне кажется, лучшей рекламой, назови, на вид зависитый блоком Дарта Вейдера, ради бога, но это было бы лучшей рекламой данной политической силы, чем эти костюмированные представления. Ну, кстати, не если это попытка, вот доводя ситуацию до абсурда, в самом-то деле, ну, смотришь и диву даешься, окончательно отбить интерес у избирателей к выборам. А ведь всем известно, вот чем меньше явка, тем легче и проще сфальсифицировать результаты выборов, и мы об этом неоднократно говорили. Совершенно верно, но мне кажется, что это слишком сложно и слишком непрогнозируемым результатом технологии, если она для этого используется. Я думаю, что тут просто, ну, чья-то шутка, чьи-то игры, реализация чьих-то фантазий, амбиции, ну, скорее всего, вот в этом направлении. Но, опять же, оно уже несколько переходит определенные границы разумного. Кстати, о ресурсах. Вот вы говорите, огромные деньги тратятся и тратятся впустую, могли бы как-то применить, найти применение этим деньгам гораздо более эффективное. То, что Труханов официально потратил на выборы меньше Гурвица и меньше Фабрикант, не является ли явной ложью и, кстати, еще одним доказательством применения Трухановым админресурса? Есть же совершенно отчетливое впечатление, что даже по объему печатной рекламной продукции, внешняя реклама, этот кандидат в разы обошел конкурентов. Вы, кстати, представитель Кио, не хотите начать по этому поводу расследование? Мы, на самом деле, фиксируем всю наружную рекламу кандидатов в мэры. И мы 21 октября давали предварительные результаты, но они исключительно предварительные. Мы после, чуть позже мы представим уже свои окончательные результаты. Значит, что касается вашего вопроса, то тут вполне возможно, скорее всего, имеет место действительно использование административного ресурса, но в какой-то степени, возможно, заявления Геннадия Труханова и не совсем противоречат истине. Я о чем сейчас хочу сказать, что я не уверен, что Геннадий Леонидович в полной мере оплачивал размещение всей своей агитации. Я уже не говорю о том, что и изготовление могло быть, как говорится, от сочувствующих предпринимателей, а размещение в качестве социальной рекламы или просто исходя из того, что управление рекламой, простите, имеет рычаги влияния на собственников рекламных площадей и могли в какой-то степени даже принудить под страхом чего-либо. У меня, естественно, нет оснований однозначно об этом заявлять, но исключать такую возможность, зная стиль наших чиновников, я, к сожалению, не могу. То есть доказать это будет сложно? Да, то есть кому-либо, кому-то другому это могло стоить действительно бы больших денег, а мэру это, может быть, действительно не стоило каких-то серьезных сумм в силу наличия административного ресурса в первую очередь. А вот эти деньги, которые проходят через фонды, депутатские фонды, кандидатские фонды, они каким-то образом фиксируются? Они фиксируются, более того, они должны сдавать отчеты в территориальной избирательной комиссии за использование данных фондов. Но, во-первых, должны были перед выбором сдать промежуточные отчеты, с этим есть по области проблемы. Если в Одессе еще худо-бедные отчеты сдаются, то в Одесской области далеко не все сдают субъекты отчет, и не налажена еще эта система. Кроме этого, тут возникает, как всегда, у нас есть лазейки. То есть если кандидата выдвинула в мэры партия, то он может не открывать собственный фонд, а вся его кампания может финансироваться из фонда избирательного партии. А там все, как вы понимаете, в кучу. Кони, люди, кандидаты в депутаты, кандидаты в мэры. И отделить одно от другого, и понять, сколько конкретно было потрачено на кампанию именно мэра, а, допустим, не кандидата в городской совет, достаточно сложно. То есть там общая копилка? Да. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы слушаем вас. Хотела задать такой вопрос. Вот мы сейчас говорим о том, что у нас масса денег уходит на избирательные кампании, это происходит из года в год, фальсификации и прочее, прочее. 33% людей, которые вообще не участвуют, ну, как говорится, на свою голову, вот, в этих выборах, просто люди уже разочаровались. Вопрос такой, почему нельзя в конце концов ввести какую-то электронную систему? Ведь для кого-то, кому-то это выгодно, чтобы были эти фальсификации, и все, и все вот это вот, все это безобразие. Спасибо. Имеется в виду электронную систему голосования, насколько я понимаю? Я боюсь, что в наших реалиях это превратится в электронную систему фальсификации. Кстати, вот в Америке можно проголосовать даже по мобильному телефону? Можно, но в Америке за, да, за, как бы, во-первых, там более система, она отработанная, я имею в виду, самого голосования, но с другой стороны, в Америке, как бы, сама система правосудия, она существует в принципе, потому что у нас нет правосудия, у нас есть люди, которые носят судейские мантии, а правосудия у нас по большому счету нет, к сожалению. Поэтому там работает система правосудия, там работают правоохранительные органы, и там есть эффективные методы защиты, в случае, если кто-то попытается взломать эту систему, исказить ее в свою пользу. А у нас же, к сожалению, если будет сделана электронная система, то я опасаюсь, что просто, ну, у нас еще будет больше вопросов к выборам, чем сейчас с бумажными бюллетенями. Понятно. Вот у нас просто, зачем говорить и ходить далеко в Америку? Ездили наши народные депутаты в одну из прибалтийских страны. Наш уважаемый народный депутат общается с главой Центральной избирательной комиссии этой прибалтийской страны и говорит, у вас глупый закон, дырявый кодекс, вот я могу тут сфальсифицировать, тут сфальсифицировать, тут сфальсифицировать и так вот сфальсифицировать. И что вы сделаете? Вот он говорит, вы правильно говорите, вы все это можете сделать, но если, не дай бог, это станет известным, вы станете изгоем в приличном обществе, вам никто руку не подаст, вас никто не пригласит в гости на эфир, никто не будет цитировать, то есть вы умрете, все, и это страшно. А у нас украл миллиард, уважаемый человек, в чем вопрос? И вот это тоже момент, который не дает нам на самом деле возможности. Согласитесь, мы уже не раз с вами переживаем всевозможные выборы, и местные органы, и Верховную Раду, и президентские выборы. Создается впечатление некого замкнутого круга. Почему? Потому что, получается, результаты выборов всегда, как правило, фальсифицируют, нарушений всегда масса на выборах, об этом говорят все и наблюдатели, и представители комиссии, и просто избиратели, то есть все об этом знают, сделать ничего не могут. Мы выбираем власть, власть, которую мы выбираем, вновь издевается над этим народом, наживается, снова выборы, снова происходит все по кругу, и никто не может разорвать этот порочный замкнутый круг. А что надо сделать, для того, чтобы его разорвать? Ну, нужно взять, нужно окончательно, я хочу сказать не просто взять, а окончательно взять ответственность за свою жизнь и за свою страну в свои руки. То есть сегодня уже волонтеры, знаете, вот в прошлом году это было абсолютно ярко видно, когда добровольцы защищали страну от Путина, когда волонтеры обеспечивали добровольцев и армию, всем чем угодно, как знаете, шутка, что у украинской, у Украины до сих пор нет ядерной бомбы, только потому что волонтерам не поступало такого заказа с передовой. Вот, то есть по сути во многом мы уже взяли на себя функцию обеспечения жизнедеятельности страны вместо государства, которое, к сожалению, прогнило. И осталось сделать на самом деле последний логичный шаг, это не делать место государства, а стать государством. То есть когда волонтеры, ну я имею в виду сейчас активную часть общества, перейдет в политическую плоскость, возьмет на себя функции политическая элита, это не простой шаг, может быть не совсем быстрый, но он абсолютно логичный. И я бы не согласился с вами, что мы идем по кругу замкнутому, мы идем по спирали, то есть власть над нами издевается, мы ее выгоняем, каждый раз выгоняем, все больнее и больнее, но нам тоже после этого все больнее, потому что вот вспомните, вспомните как был Майдан с Кучмой, да, Кучма до сих пор живет в Украине, он никуда не сбежал, на том Майдане никого не убили, гривна после того не обвалилась, территорию мы не потеряли, но Кучма ушел, Янукович к власти не был допущен, Ющенко, повтори, наступил на те же грабли, ну или по крайней мере не довел преобразование в обществе до того уровня, которое необходимо было. История повторилась с Януковичем, но уже намного было больнее всем, и ему, и нам, к сожалению, но он вынужден был уйти, мы получили еще один шанс. Сегодня, к сожалению, мы видим, что скорее мы этот шанс опять до конца не реализовываем, есть, конечно, еще вероятность того, что ситуация может выправиться, но, как по моим ощущениям, то, к сожалению, наши чиновники, наша элита, наши руководители, причем от партии всех мастей, они так и не осознали, за что же на самом деле стоял народ на Майдане, почему его, что его заставило выйти, и не осознали уроков, которые бы народ преподнес их попередникам, как любил говорить Николай Янович. И я не исключаю вероятности того, что через какой-то момент вот этот цикл повторится, но цена, которую мы заплатим, и у нас будет шанс, я надеюсь, уже окончательно все поменять, но цена, которую мы за это заплатим, может быть, конечно, к сожалению, непомерно высока. Но я не согласен, что это замкнутый круг, потому что, ну вот видите, то есть как бы изменения есть, но мы не дожимаем, мы не дожимаем, к сожалению. Ну в масштабах государства возможно, я смотрю, то, что происходит на местном уровне, я этого не замечаю. Это причем не только в Одессе, это происходит и в Харькове, и в Днепропетровске. Да, есть эта проблема. По результатам местных выборов мы видим, что, по крайней мере, представители партии регионов из власти никуда не ушли. Они как были у власти, так и остались. Да, но у нас очень многие процессы, просто они завязаны на Киев, в том числе, и пока там кардинально что-то не поменяется, не поменяется до конца, то вряд ли что-то будет меняться до конца и на местах. Но все взаимосвязано. Как вы считаете, вернее, даже не так, а вот основываясь на вашем личном опыте, что показывает ваш личный опыт? Три главных претендента – Труханов, Гурвиц, Боровик. Могли ли набрать именно эти цифры? Не кажется ли вам, что результат Гурвица явно занижен? Результат Труханова явно завышен? На самом деле меня удивил результаты Гурвица и Кивалова. То есть я ожидал более высоких результатов. Сложно говорить завышено-занижено, потому что это подразумевает, эта формулировка подразумевает какие-то целенаправленные действия. по занижению-завышению. Но то, что меня эти цифры удивили, в определенной степени это так. Да, они удивили не только вас. Поэтому пока, я же говорю, пока для меня это замкнутый круг. Хотя вы видите, в этом вопросе более оптимистичны, чем я. Спасибо большое. Наша программа подходит к концу. Мне остается подвести итоги интерактивного голосования. Хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что сегодня мы спрашивали у вас, удовлетворены ли вы ходом и результатами местных выборов. Было три варианта ответа. 27% телезрителей удовлетворены, 40% не удовлетворены. И 33% телезрителей ответили, что я в них не участвую. Скорее всего, это те люди, которые вообще не пришли на выборы и не собираются в них участвовать. Спасибо вам большое. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.